Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Власий Сергеев. Спортивный арбитражный суд опубликовал новые детали по делу обнаружения мельдония в организме кирлингиста Александра Крушельницкого. САС разместил на своем сайте мотивировочную часть дела, передает ТАСС. Согласно нему, Крушельницкий сохраняет за собой право добиться полного оправдания. Первую пробу россиянин сдал 12 февраля. В ней было обнаружено 8069 нанограмм мельдония на миллилитр. На следующий день в пробе В было зафиксировано 5721 нанограмм на миллилитр. Добавлю, что такая концентрация препарата является довольно высокой. У большинства российских атлетов, которые обвинялись в употреблении мельдроната, находили в среднем около 100 нанограмм на миллилитр. Ранее Крушельницкий заявлял, что у российской стороны есть версия причин произошедшего и что она будет озвучена в рамках расследования. Все дальнейшие разбирательства по данному делу будут проходить в арбитражном суде. Решение о мере наказания или оправдания спортсмена также будет принимать САС. Из-за допинговых скандалов к российским спортсменам будет приковано пристальное внимание и на следующих летних Олимпийских играх. Такое мнение высказал супервайзер Аиба Сергей Бердник в интервью нашему корреспонденту. Повторится ситуация, которая имела место в играх в Рио-де-Жанейро. Напомню, тогда допинг-пробы у атлетов из России брали прямо перед выступлениями. Ограничения в приеме пищи и психологическое давление не могли не сказаться на спортсменах. Однако в то же время, как отметил Бердник, все еще может измениться. Цитата. Ведь никто не может знать точно, усидит ли он на месте. Вот если сейчас не восстановят права Олимпийского комитета России в олимпийском нашем движении, то значит тогда, я думаю, участие или не участие наших спортсменов на летних Олимпийских играх будет решаться каждая федерация отдельно. Ну, вы понимаете, сколько еще времени. Еще времени недостаточно до Олимпийских игр. Я считаю, что это слишком перебор со стороны МОКО. Перебор. В Якутии появились первые мастера спорта России по масс-рестлингу. Приказом министра спорта страны Павла Колобкова 14 якутским маджинги присвоено звание мастера спорта России по масс-рестлингу, сообщает ЕСИА. В число первых мастеров вошли победители всероссийских и международных стартов. Иван Белолюбский, Дмитрий Попов, Павел Черноградский, Сардана Осипова, Екатерина Белолюбская и другие представители национального вида спорта. Масс-рестлинг был включен в официальный всероссийский реестр вида спорта в 2015 году. И вот спустя три года якутская дисциплина обрела первых мастеров России. Отныне при соблюдении всех указанных министерством критериев победители чемпионата страны могут получить удостоверение этого высокого звания. А спортсмены-триумфаторы чемпионатов Европы и мира получат мастера спорта международного класса. Это должно дать новый толчок развития этой вида спорта. Сегодня, я думаю, все руководители спортивных организаций, детских спортивных школ, должны обратить внимание на этот вид спорта, который также, как и другие виды спорта, дает категорийные очки, баллы по выполнению, по занятым местам, вплоть до чемпионатов Европы и мира. В целью сделать шаг к получению звания мастера спорта России, якутские масс-рестлеры съедутся в Мирный. В эту субботу в столице Алмазного края пройдет первый открытый турнир по масс-рестлингу на призы главы города. Как обещают организаторы, турнир станет новым этапом в развитии масс-рестлинга в Мирненском районе. Тему продолжат наши коллеги. Подготовка мирненских спортсменов проходит в детско-юношеской спортивной школе. Именно здесь, с 2011 года, находится единственная в районе секция масс-рестлинга. Национальный вид спорта предпочитает молодежь. Сегодня это около 50 спортсменов. Один из них, Владимир Михайлов, будет отстаивать честь Мирненского района в предстоящем турнире. К соревнованиям он готовится каждый день. В понедельник ноги, а в вторник штанги бросаю, а потом в середине иногда кроссфит и нарт плываю. И в четверг садимся на помосе, на технике изучаю. Ну, в воскресенье у нас схватки бывают, ну, кто сильнее на этом зале. Мирненский район также представят масс-рестлеры из поселка Орылах и пауэрлифтеры из Айхала и Удачного. Несмотря на то, что прием заявок еще не закончен, принять участие в турнире уже решили около 80 спортсменов. До 28 числа уже будет полностью определено, кто будет участвовать. Ну, мы ожидаем, как бы, в ближайшие районы к нам, да, кто будет. Ну, уже точно будут гости из Якутска, Верхневилюйска, Сонтар. Участники турнира на призы главы города – это мужчины 2000 года рождения и старше. Они будут соревноваться в четырех весовых категориях – 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. Также определят абсолютного чемпиона. Самое предзрелищное – это будет абсолютное первенство, где будут участвовать все. И приз на абсолютное первенство у нас 100 тысяч рублей. Но по остальным видам весов у нас идет 30, 20, 10, соответственно, кто занял первое, второе, третье место. Первый открытый турнир позволит популяризировать национальный вид спорта в Мирненском районе. По мнению главы города, масс-рестлин должен развиваться наравне с волейболом, хоккеем и вольной борьбой. В этих целях турнир намерены сделать ежегодным. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Якутские кикбоксеры оспаривают путевки на дальневосточный старт. Под сводами спортивного комплекса «Дохсон» проходит первенство республики по кикбоксингу в памяти неоднократного призера чемпионатов России и СССР и чемпиона Азии Андрея Павлова. Принять участие в традиционном соревновании заявилось более 130 юных кикбоксеров из 14 команд. Борьба за медали проходит в трех возрастных группах. Шестой по счету турнир памяти прославленного спортсмена завершится завтра. По итогам первенства лучшие кикбоксеры будут отобраны для участия в первенстве Дальнего Востока. В Нюрбинском районе прошли соревнования по зимним гонкам «Кубок поршня». Если в прошлом году на старт вышли только местные автолюбители, то в нынешних были и представители других районов республики. Всего приняли участие в экстремальных заездах 14 команд, в том числе женский экипаж. Выявление самых умелых и смелых водителей прошло по пяти дисциплинам. Особенностью этих зимних гонок является то, что к участию допускаются все автомобили вне зависимости от страны производителя. Так, собравшись от зрителей, стали свидетелями соревнований между отечественными автомашинами УАЗ и иностранными внедорожниками. Как отмечают организаторы «Кубка поршня», общий зачет был введен в прошлом году с целью добавить зрелищности. Борьба за победу в Кубке затянулась до последней пятой дисциплины. Заключительным этапом справились не все автомашины. Таким образом, до линии финиша из 14 участников финала доехали 11 экипажей. Оставив позади соперников на иностранных вездеходах, первым приехал УАЗ под управлением опытной команды «Навигатор». Финальный заезд наша машина проехала и на удивление резво. В тестовых попытках результаты были значительно хуже. Сразу набрали максимальные обороты. Поймав крутящий момент, проехали очень быстро. Это были новости спорта. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова